Дорогие друзья, сегодня мы с вами вновь собрались здесь у здания, где проходят парламентские комиссии, для того, чтобы объяснить им еще раз ситуацию, которая происходит в стране. Мы их предупреждали, что те игрища, которые они устраивают на валютном рынке, приведут к неконтролируемому росту цен на товары и услуги. Мы их предупреждали, что те игрища, которые они устраивали на валютном рынке, приведут к еще более серьезному обнищанию людей. На этом фоне за 4 года они отобрали компенсации у сотен тысяч граждан из 17 категорий населения, нуждающихся в этой помощи. Более 700 тысяч человек остались без конкретной социальной адресной помощи от государства. На фоне этого эта власть занималась лишь собственным обогащением, играми и спекуляциями. Мы их предупреждали, что начиная игры на валютном рынке, люди вынуждены будут продавать свои квартиры, что люди не смогут оплачивать коммунальные услуги. И мы сегодня сталкиваемся с тем, что люди сегодня не могут позволить себе самые элементарные вещи – еду, лекарства и оплату коммунальных услуг за собственное жилье. Все эти игры, господа из власти, устроены вами, и мы прекрасно знаем, что вы несете прямую ответственность за это. Поэтому мы сегодня требуем в очередной раз, во-первых, вернуть людям компенсации, во-вторых, отменить дискриминационный пакет документов, когда люди не имеют возможности получить социальную поддержку от государства, получить помощь, на которой они имеют право. И третье, мы требуем срочно поддержать законопроект, который зарегистрирован в парламенте по повышению пенсии минимум на 20%. И это мы сегодня не называем уже повышением, это лишь индексация. Потому что те игры, которые вы устроили, привели к инфляции и привели к тому, что деньги, которые получают люди в виде пенсии, они обесцениваются. Люди не получают пенсии и зарплаты в евро и в долларах, как их получаете вы. Люди получают их в леях. Поэтому мы требуем немедленной индексации пенсии и социальных пособий минимум на 20%. Остановите геноцид! Остановите геноцид! Остановите геноцид! Господа депутаты, господа министры, к вам обращается ваш народ, который вы довели до отчаяния. Госпожа Булига, вас нужно посадить на ту пенсию, 800 леев, которую получают, это в лучшем случае 800 леев, которые получают пенсионеры. Вы даете неправдивые цифры о том, что большое количество людей получает компенсацию. В 2009 году 182 тысячи получали компенсацию. Сейчас едва ли доходит, и то это неправильная цифра, 14 тысяч человек. Посмотрите, какой скачок. Где деньги, которые выделены на компенсацию народу? ЖЭКи не принимают от людей. Хотя вы говорите, что все желающие могут прийти и получить компенсацию. Нет, люди обращаются в ЖЭКи. ЖЭКи не принимают от них справки, потому что у людей есть задолженности по коммунальным платежам. Получается замкнутый круг. Вы говорите о компенсациях, а люди ее не могут получить. Вы ее просто не даете. Вы отняли у народа последнее. Что может быть? Люди ходят и питаются в благотворительные столовые. Вам бы там побывать, госпожа Булига. Люди поверили, в особенности старики и инвалиды. И что получили? Эта фашистская политика, направленная против тех людей, которые строили наше общество, которые возводили заводы, которые вырастили достойное поколение, сейчас обречены на нищету. Кто в этом виноват? Инвалид детства, который получает пенсию, 300 лень. Это 15 евро. Как на эти деньги можно прожить? И кто в состоянии прожить на такие деньги? Тем более, все дорожает. Многие лекарства снимают с льготных рецептов. Остальные лекарства, это те, которые уже дают осложнения и нехорошие последствия. Это все врачи знают. Тем не менее, это все проходит. Компенсации убрать у этих инвалидов, это варварство. Теперь, что достигла госпожа Булига? Она не как цыгане людей водят на улицу просить милостыню. Так ее политика довела, что люди на улицу вышли сами. И старики стоят с протянутой рукой, прячут глаза и протягивают руку. Кто в этом виноват? Виновата политика Булиги, которая все приносит к разрушению и на уничтожение стариков. Долой такую политику. Верните компенсации и верните льготы. Я хочу обратиться к вам, не к депутатам, а к вам. Посмотрите вокруг. Целый таксопарк автомобилей стоит с номерами государственными. Вот так они экономят средства. Экономят на пенсионерах, но сами себе не отказывают в роскоши. Перед нами сейчас пронесли технику новую, компьютерную. Это вот они где компенсации. Они вот в этом. Они вот в этом. Как они могут вообще людям в глаза смотреть? Как они могут и что-то рассказывать этим людям, когда они платят им пенсию? Это подачка, это не пенсия. И мы это прекрасно понимаем. Мы требуем повышения пенсии. Мы требуем снижения цен. Мы требуем остановить рост валютного курса, который отражается отрицательно на нас всех. Он приводит к подорожанию всего. Подорожанию продуктов, одежды, отопления. Остановить рост цен. Остановите рост цен. Остановите рост цен. Остановите рост цен.